здравствуйте уважаемые зрители сегодня я не могу назвать это прям обзор технически нет я все больше больше склоняюсь что ощущение впечатления становится надо важнее то есть техник конечно надо рассказывать но в некоторых случаях когда речь идет о рожках особенно примерно одинакового уровня продвинутых зачастую большую часть играют не характеристики которые можете прочитать в интернете а именно сравнение вживую я уже убедился это когда сравнивал свои они ты и джилду то есть мои личные кафе варки и сравнивать с кейтами с elizabeth вот и много раз убеждал что есть такие мелочи типа 50 миллилитров разницы более ли она играет роль поэтому когда мне прислали классик я как бы знал что она обновилась что типа изменение 15-18 года которые были очень удачные они были нивелированы и теперь нам идти в по камере на модификации который поставляется в россии всегда и стиммера не панорелло и так далее вроде положительные изменения но отношение к нему был очень скептично пока я не забрал себе домой и не стал пользоваться вместо с лимит они ты течение недели у меня была пара они-то фред то есть кто не знает дома у меня они-то стояла сейчас я просто ее продал а фред и джилду были на работе ну естественно еще в этот момент когда я тестил классик мне как раз было или запад еще на обзоре то есть мне еще был еще с более продвинутыми сравнивать была возможность короче я записываю 2 обзор 1 был оборван камерой которая решила что слишком много я болтал ни о чем и так и есть почему такое тяжелое вступление да потому что вчера когда я записывал в первый раз это была какая-то эпопея какая гаджет классик крутая и как много есть причины и купить когда у вас там ограниченный бюджетный рожок я сейчас хочу подойти как-то более чуть-чуть объективно чуть чуть более может быть слуха но до коротко их рожок оказался выше того что я ожидал давайте сначала сутка вообще гаджет классика многие придираться к ее дизайну тоже об этом что поговорим гаджет классик это модель который хреново тучи лет то есть она 70-х годов выпускается много уже изменений претерпела у нее был младший брат сейчас вроде как он не выпускать по краю в россии не поставляется это гаджет baby который по сути-то и отличалась в основном это тем что пластиковый корпус был и все модель дизайн как вы видите классика такой примерно есть то немножко кнопки меняются раньше кнопки выглядят немножко по другому стиммер панорелло менял но но раньше тоже были модификация стиммером просто в россии было мало россии снова везли модификацию с панорелло и как бы вот все было хорошо изменения были небольшие пока не вступил 15 год и просто вот все профессиональные штучки которые были в гаджет классик или которые были знаете вот годами вот эти компромиссы где осознавались да как сделать бюджетный но хорошую кофеварку вот все это было пасть я не могу говорить верно потеряна и в общем что она какие были в пятнадцатом году изменения такие что все любители гаджет классик поставили тупо на ней крест это данной модели как и раньше до пятнадцатого года стоит алюминиевый бойлер и вы сейчас к что алюминию как же так но проблема то что здесь маленький бойлер и как раз за счет того что он алюминиевый но правда толстый то есть там слой алюминия там сантиметр у меня даже говорили техники это снимай слова слова техников дистрибьютора так вот именно из-за этого он надежный то есть по крайне вот это тот же самый бойлер который ставился до классики до пятнадцатого года и который через 10 лет продают на бу рынках и вроде как алюминий вроде как типа должен быть менее надежный чем латунные бойлеры у лилита но большинством они живут хотя надо сказать что продажи альтернативы к ним имеется то есть они продаются бойлеры то есть так что наводит на мысль что все таки как минимум учитывал производитель что это алюминий и что может он все таки когда-либо понадобится на замену и вот смотрите вот был у нас алюминий бойлер там 110-140 миллиметров потому что вроде писать 110 на вид как будто чуть больше не было два драма стата два пара получается и на воду причем они стояли с внешней стороны бойлера поэтому когда будете искать спецификации будете видеть странные цифры 145 градусов на пар и 107 градусов на воду в группе но ребята это потому что они мерят с внешней стороны бойлера что чтобы контакты не закислялись но вот вроде вот такое есть решение пятнадцатом году берут и делают стальной бойлер который сейчас прогревается гораздо дольше ну ладно хорошо пусть будет стальной чистить от накипи зато удобно да можно лимонку спокойно прогонять не парись что вот нельзя разогревать ее вот только мощность и тоже понизили было 1400 и сейчас 1415 году стало 1050 везде на сборку времени и буллер смочился оказалось только одним из первых факторов второй фактор здесь есть трехходовой клапан как во всех серьезных аппаратах до который после выключения подачи воды в группе сразу вытягивать всю лишнюю жидкость из группы это не только ради того чтобы у вас была таблетка сухая легко было сбросить дело в том что вот это остаточная вода как когда нет трехходового клапана на чем может докапывать и портить вкус нам если вкус немножко меняется этих капель вот плюс чистка группы когда есть трехходовой клапан гораздо удобнее со слепым фильтром и здесь получается что здесь она есть до 15 года этот клапан был а 15 году его убрали поставили пластиковый носик вместо латунного вот этот диспенсер стал пластиковым и ты знаете вот такие вот изменения которые ты сидишь и думаешь какого хрена то есть была хорошая кофеварка а потом и взяли в непонятного что предатель благо кадже заметила реакцию негативную и после восемнадцатом году уже была представлена обновленная машина мы ее с вами сейчас и наблюдаем она актуальная продажа ра и 9840 называется эта модель и вернули все те плюшки которые были до пятнадцатого года трехходовой клапан старый традиционный бойлер которым замена если вдруг понадобится дофига где продается нормальный их наконец снова холдер сделали датчу за диспенсер пластиковые так и не понял этого прикола и еще модели тут стали сделать я просто на официальном сайте гаджет у других модификации больше не видел мне создалось ощущение что вот baby убрали другие модификации классик убрали и насколько я понял могу ошибаться но единственно сейчас актуально модель классик это вот именно вот это со стиммером и стиммер блин так вот поговорим потом но это да это не просто ради красоты поставь я чувствую эту разницу причем по сравнению с лилитом анитом это гораздо круче по забиванию молока но это попозже сравнение будет позже ребят будут сравнения с лилита анны они ты и также жил да я знаю что вы именно этого по сути ждете ну то есть что мы получили а мы получили то что у нас наконец-то стала снова нормальная машина сейчас я вам покажу комплектацию контейнер съемный на полтора литра он его видно в общем сколько там воды в принципе видно проще если мы стараемся лилит анны они ты джилды пока они то джилда точно здесь лучше видно сколько осталось воды плюс надо отметить что чуть позже покажу сверху можно воду доливать не вытаскивать контейнер поддон куда непосредственно можно что-то слить излишки воды пролить группу если вдруг вы решили а также сюда будет избыток давления сливаться через зубью клапан далее трубка она вставляется в кофе машину смотрите как вот так вот и через нее происходит сброс лишнего давления прям слишком мелкий помог сделали машин не может продавить как вы выключаете кнопку то есть вот так вот у вас излишнее давление сливается в поддон поэтому обратите внимание очень важно какой стороной ставите решетку вот это отверстие должно быть под трубкой сброса давления это наклейка так это нержавейка метеор холдер латунь группа латунь алюминиевый бойлер но это я уж все словом скажу комплект идет корзина одинарная далее корзина обычная двойная на двойную на двойную порцию и корзина на двойную порцию улучшайзер для того чтобы ей пользоваться нужен вот такой вот переходим чтобы у вас ничего не брызгало его надо поставить внутрь вот так вот и после этого ставить улучшайзер только без одежды вот если вы его не поставите у вас может брызгаться при проливе комплект сидят такой классикой темпер но мы с вами все понимаем слава насчет улучшайзера это еще пойдет как-никак но так как гаджет классик ориентирован на нормальный эспрессо ну такой себе и провод шнур съемный он из себя представляет обычно компьютерный так что если вам нужен по длине или вы его там потеряете перебьете еще что-то короче стоит он копейки везде продается и так стиммер в вверх-вниз не гуляет он не шариковый он гуляет вот так вот то есть у вас по сути пространство есть везде нормально забить это полноценный стиммер в отличие от предыдущих версий с двумя отверстиями пар мощный но это я вам все потом покажу есть вот открываем закрываем кран пара к три кнопки включения подачи воды в группу и включение пара и вот здесь вот сюда можно заливать воду доливать контейнер не вытаскивая его удобно кстати кстати я снимал чего вчера в тот случай когда он не оборвался ролик как видите да гаджет типа засунул вам улучшайзер как не терять этот пластиковый переходник если будете пользоваться улучшать иначе у вас все будет разбрызгиваться но мы понимаем что гаджет классик мне ради фигни покупаем так ведь 58 диаметр мне очень нравится то что ну как я уже сказал на комплектация даже не помню говорю это нет то что вы можете легко купить к ней другие корзины в том числе и не стандартные улучшены и так далее то есть 58 диаметр в этот плане крут и стейпером проблем подобрать не будет где вы не жили теперь по характеристикам что на самый главный чего вот мы и я так валю вернулась старая мощность 1400 вернулся старой более я его оценил то есть действительно он быстро прогревается в этой модели не за и было ли предыдущих пошли на этом как-то при изучении за страны к анимания этой модели 10 авто отключение через 20 минут я не нашел инструкции и сам способа как его отключить то есть скорее всего ручками ручками в минус гарантию можно это только сделать на нем скажу так немножко напрягает реально авто отключение лично меняю человек который включил они ту и не выключают и никогда хотят кстати вообще не рекомендуется так делать но я так делаю чтобы с утра не греть мне конечно немножко это было напряжено но алюминиевый бойлер да здесь при том что он домики быстро быстро прогревает то есть поставить холдеру группу как и надо делать ребята холдер должен быть в группе но тоже должен быть прогреваться если вы будете пускать воду без холдера то у вас даже с алюминиевым бойлером вроде как он типа должен греться быстрее будет ну прохладная вода то есть подав протоки будет достигать где-то всего лишь около 70 с чем-то градусов и уже в чашке во время пролива от кофе она будет не горячая то есть я сейчас не про обжигающие спроса вер просто не горячего температура вот поэтому холдер держим в группе почему я об этом раньше говорил то что я думаю само собой разумеющийся а потом увидел что не моих обзоров но обзоров других обучить то обучает да как готовить спрос этого нет и многие люди не знают о том что холдер надо греть почему греть не просто под водичку подставить а вот чтобы он здесь этим был горячий как группа чтобы проходя сквозь него вода не теряла теплоту и вот получается при таком вот виде когда холдер прогретый машина где-то за 10 минут достигать своего пика то себя по-разному смотрел результатом готовил сразу после того как лампочка включилась готовил там через 10 минут через 15 минут будет через 10 минут она реально прогрета полностью даже можно в теории и раньше готовить не удивляйтесь у вас будет постоянно термостат включаться выключаться это нормально он находится на внешней стороны бойлера и он поддержите измерять температуру более редко чем бойлер они в бойлере вот и вот это поддержание это нормально включая выключение не пугайтесь это обусловно тем что небольшой бойлер и температура резко поднимается резко опускается а лампочка сигнализируется только о том что у вас сейчас нужна температура и не более того не включен или отключен термостат а то что сейчас нужна температура вторая особенность алюминиевых бойлеров и я уже понял что эта особенность им из вообще бойлеров алюминиевых помните кто смотрел старый обзор на гаджи кубику на там дологи которые 750 с алюминиевым бойлером и так далее из гаджи вива то что у них постоянно при включении вот когда лампочка гасит и начинается небольшой прогрев начинает покапывать и это нормально это особенность у меня бойлеров то есть во время когда прогрева включения то есть нагрева бойлера они начинают покапывать это действительно нормально и на гаджи классика это тоже есть в этом плане конечно литонит выигрывает я хотел был измерить температуру но у меня оказался очень слабый термометр и все что я измерил эту температуру на большом потоке непрерывном когда наливался кофе и 100 миллилитров у меня было 84 градусов и ну это правда без холдера то есть напрямую и я вам скажу так что блин да вот сейчас пойдут уже часть о впечатлениях и о сравнении и да блин она держит температуру при приготовлении двойного эспрессо либо лунга лучше чем она и они то когда готовишь две чашки на каком-нибудь тонком кофе где серьезные изменения падение там температуры или например увеличение температуры чувствуется на нити я это чувствовал когда я рассказывал про джилды я объяснял что я ощущаю то что между джилды и они то есть разница именно в том что при приготовлении двойного или длинного эспрессо там 60 миллилитров да например у меня такое небольшое отклонение вкус и есть это чувствую на джилде нет на джилды все ровно вот здесь тоже все ровно и это даже немножко странно но это так и есть и пар помните я говорю что на джилде элизабет кейт насколько там вот хорош пар приближены там к профессиональным мощностям они ты ну он принципе позволяет отлично сбить молоко тут вопросов нет но во первых он более слабый и к нему отдельно привыкаешь то есть к нему применим правило сбиванием одной одним отверстием то как я показывал на домашних кофеварку то есть то как я показывал в одном своем видео на барке с остальным бойлером с одним отверстием вот этим полосе полу любительских стимеров эти правила применимы к лилит они тянет но джилды нет хотя там не одно отверстие но там мощнее пар то есть там надо быстрее сбивает а здесь сделаны два отверстия как и было в кейт да он сбивает за каких-то там 15-16 секунд настолько что я вот сегодняшнее сбивание приготовил пять раз не люблю я капучино больше вот а жена у меня что-то вот со всем этим переездом особо кофе не просила поэтому я за все это время приготовил только пять раз и вот только сегодня для обзора я приготовил на три из пяти и не потому что он плохой на отличный просто потому что я эти на нити вы можете подумать порассуждать как вам лучше сбить пока она отдает пар ну то есть реально у меня там есть почти полминуты на сбивание чтобы я нормально там сбил молоко поймал там закрутил воронку все до хрена времени а здесь нет здесь он сразу пункт должен сразу правильно поставить руку со спичером открыть кран и как профессионал кофемашине он сразу начинает его поднимать закручивать так как тебе надо но ты должен сразу это поймать да здесь чуть нужно побольше времени уделить но при этом вы будете быстро и круче намного сбивать молоко давайте теперь сравнение с лилитом прежде всего она и они то нас интересует немножко джуды тоже поговорим я уже вам сказал что пар здесь получается мощнее и но температура или и что там еще может быть на этом стоит до температуры на двойном спросе все-таки получше будет чем она и они то но давайте немножечко об этом подробнее по температуре это субъективное ощущение больше это раскрывается на кислых сортах вот например я тестировал если феопин cb над это кофе с и уровнем спешалить и кисловатый и когда я не прогревал рожок для получал результат который я потом получил в ваните чуть более прохладный кофе в этом боге и б более кислотность когда же я готовил с программе то здесь рожком и могли там сделали все был прогрета здесь получался более ровный кос и более богат он меньше улетал в кислотность потому что он не сам все кисло кислое кофе Он меньше улетал кислотность и больше раскрывал аромат вкуса Причем на аните, на динарном эспрессо все было превосходно Да и двойной эспрессо, когда ты останавливаешь именно как двойной готовишь А не две чашки на 50 мл, тоже все было на уровне Хотя уже что-то такое небольшое отклонение, как будто ты, возможно, сам себя уверяешь в этом На 60-65 мл, когда ты уже делаешь именно на две чашки разливаешь Уже более кислотный, менее богатый вкус получался, чуть-чуть прохладнее Ну вот по прохладнее это уже пытаюсь себя додумать Вот вкус чуть более кислый, это да, и это связано тоже с температурой И самое главное, богатство вкуса немножечко померкло И мне и вонить вам превосходно понравился данный кофе Но в гаджи классика в джилде, я потом джилде его затестил, он был, ну, покруче Где-то на уровне полбала-бала Но вы тоже должны понимать, я-то не Q-грейдер Я не профессиональный бариста У меня не настолько тонкий вкус А вот против человека еще с более тонким, утонченным вкусом Он эту разницу почувствует еще сильнее И этот вкус будет утончаться и утончаться у меня И у вас, кто уже в это все ввязался, в эти все авантюры с рожками Понимаете, то есть, если уж я почувствовал То уж профессионал бы точно почувствовал эту разницу А мы говорим все-таки о кофе в уровне спеша Лить там уж, ну, 2 400 за килограмм уже Ну, как-то не хочется им разбрасываться, да Хочется получить по максимуму вкуса И вот это минус Анны и Аниты С другой стороны, если мы будем пока продолжать так же о кофе Надо уточнить Анны и Аниты латунный бойлер Он больше И ладно, мы пока побольше говорить не будем Потому что алюминий все-таки побыстрее чуть прогревается Есть такое ощущение Скорее всего, так и есть Я не химик, кто химию знает хорошо У кого теплопроводность больше Но у меня реально ощущение Ну, я вроде как предполагаю, что алюминий Прогревается быстрее, чем латунь Но просто он менее надежный То есть, он, так сказать, больше подвержен к трещинам, коррозиям и так далее Поэтому профессиональных не используют его В профессиональных машинах, где идет большая нагрузка Но вы тоже должны понимать Да, вот у Аниты и Анны получается латунный бойлер Это более надежно Если вы собираетесь сейчас купить И больше никогда ничего не хотите менять Вы покупаете Аниту там на 10-15 лет То Анита 10-15 лет вообще без всяких нареканий выдержит Но фишка в том, что старый гаджет классик Мы, конечно В принципе, я могу поставить знак равно По части более точно Но все-таки старый гаджет классик Они реально же кто-то и третьего года продаются В хорошем состоянии Главное, чтобы вы их чистили И все А почему? Да потому что нагрузки, которые бы реально Показали бы вот эту разницу Между надежностью материала По, так сказать, износу устойчивости материала Между алюминием и латунью Дома таких нагрузок-то нет Это вам надо, не знаю, там 20-30 капучино готовить, наверное, в день То есть 20-30 раз взбивать молоко Но ни одна не другая с этим не справится У Аниты тоже, знаете ли Позвоните в Лилит и спросите А можно я куплю Лилит на Аниту именно Аниту куда-нибудь, на в кафешку Вот у меня примерно 50 чашек капучино в день будет Они вам тоже скажут Идите нафиг, берите хотя бы двухбойлерную машину Хотя бы Диану Она справится, типа Вот, ну вообще, конечно, в этом случае Лучше вообще уже теплообиник брать Все-таки Поэтому они и живут по-настоящему долго Хотя, да, купить на них бойлер можно Это вот с точки зрения бойлеров По части джилды Джилда не уступает по качеству кофе И уже в случае, когда у вас выбор между джилдой и гаджет классик По качеству кофе, конечно, надо выбирать тогда джилду Когда на финансы вы закрываете глаза Потому что, ну, латунный бойлер Это гораздо более надежная фигня Это во-первых А во-вторых, еще один момент надо понимать По пару Теперь возвращаемся к сравнению по пару Он здесь мощнее, чем в Анианите И примерно равен мощности джилды Примерно И то, что здесь два отверстия Да, когда приноровитесь к этому сбивает Он будет сбивать лучше Просто за счет вот большего количества отверстий Однако Маленький бойлер дает о себе знать Вот такой вот большой питчер от Лилита На две чашки Он его сбивает прекрасно Его сбивает Анито тоже прекрасно, но довольно-таки долговато То есть, надо было замерить по секундам Но по ощущениям где-то полминуты Сорок секунд Вот так вот И его Чуть меньше скоростью Ну, это за счет, я так понимаю Просто количества отверстий Чуть меньше скоростью, чем классик Вбивает джилды там секунд за 20-22, наверное Так вот Джилда Может после этого Ну, пока вы там возьмете Все-таки какой-то перерыв у него маленький будет И Анито может теорию сбить Хотя бы еще на одну чашку Такой питчер второй Классик нет Под конец сбивания вот этого уже питчера Он уже врубает на пар мощность И уже как бы надо будет ждать То есть, с точки зрения приготовления Для двух человек Вам надо будет делать перерыв Ну, опять же Ну, вы сделали перерыв В этот момент начинаете готовить эспрессо Наливаете Потом снова разогреваете То есть Да Если вы хотите сразу сбить Там, на четырех человек молоко Вот Гайджи классик здесь будет проигрывать Но когда речь идет о двух Или об одном человеке То В принципе Вот Объем бойлера уже не дает о себе знать А вот качество пара дает И вот сейчас скажете То есть, по твоим словам Получается, что Гаджи классик Это лучше, чем Анна Ну, пока мы про Анну говорим Потому что они все-таки Фимолка и там Отдельный разговор И вот я вам что скажу Если бы у них цена была бы одинаковая То, наверное, все-таки Несмотря на вот эту разницу В паре И небольшую разницу по вкусу Потому что вы в худшем случае Эту разницу не почувствуете В лучшем вы ее почувствуете Ну, то есть не факт, что вы ее почувствуете Вот это То, как готовится на конце двойного эспрессо Но есть несколько моментов Ну, во-первых Кстати, сделана она хорошо Вот, вернемся Она сделана грубо Но нету никаких острых частей Она сделана грубо так Потому что я делаю в 70-е годы То есть дизайн не менялся Это традиция Так что не смотрите Потому что там пишут Вот она за вся какая Сделана из непонятного чего Нормальный металл Нет, конечно Я себя буду с Элизабет сравнивать Или будет круче намного Но, блин Там округлая форма Ну, не будем мы про Элизабет Ладно, там 105 тысяч И 33 Это как бы Разные меры Почему бы я все-таки Выбрал тогда бы Анну Если бы они стоили бы Все одинакой стоимости Ну, все-таки Латунный бойлер Это долговечность То есть Я все-таки Предпочитаю брать вещи Так, чтобы они служили Практически всю мою жизнь Хотя Чаще всего Я их продаю Через полгода Но Вы даже Ну, вот Есть у меня такая любовь И у нас в России Далеко не так много денег У людей Чтобы они меняли Каждый год Или там Носили все-таки Латунный бойлер На 250 Считается Более надежным И действительно Он так и должен быть Чем алюминиевый Вот Второй момент Для новичка Манометр все-таки Удобная фигня Хотя Вот если У вас есть Точные весы Я еще не говорю про такие Если вы увидели Этот ролик То вы поймете Что можно с Али И с недели То Говорю так Потом увидите ролик При сравнении Вот этих весов Для бариста Типа Профессиональных С весами С Алиэкспресса Вы поймете Что в принципе Весы хорошие Могут стоить и дешево И Секундомер Который Можно там В телефоне Например Включить Хотя в этих весах Он есть В принципе Позволяет вам Нивелировать Манометр Потому что При дозировке По моле И времени Вы можете уже Давать Оценку То есть Как действительно Поготовить кофе Надо ли что-то поменять Рожок Точнее Холдером Если уж мы говорим Все-таки Это уже не рожок Это холдер Если про корзину То есть 58 группа У меня претензий нет То у меня есть претензии Вот по поводу Вот это Как раз я ночью думал А какие минусы Гаджет классик А то уж больно Только хорошее Вот смотрите Ручка идет у нас Пластиковая И она как будто Вдетая Есть такое ощущение Что он немножко Там погуливает Ну так и есть Он немножко погуливает В этой ручке Это конечно Джилды Но они Примерно так же Он устроен То есть Ручка Покрыта Материалом Который приятный В руке Не скользит В отличие все-таки От пластика Хотя Ну здесь тоже У меня проблем Что скользить Нет Но тем не менее Это Вот Вот эта разница И то что она сделана Я смотрю У меня нет ощущения Что она там Вылетит Развалится И так далее У гаджи Все-таки У меня есть претензии К этому Далее Что еще Не небольшое Конечно Еще минусы Плюс Одновременно Это съемная Насадка Для сброса Там Излишней воды Давления Как немножко С одной стороны Можно посеять А с другой стороны Она вот четко Дает В поддон Воду Потому что Вонить У меня есть такая Фигня Что почему-то При том Что вроде Вот этот сброс Он находится Блин Не на границе До поддона У меня иногда Когда происходит Сброс излишнего давления Например Когда я слишком мелкий Помол сделал У меня Чуть воды Из УПВ Клапана Он попадает На этот На корпус Машины Ну и иногда Вот отсюда Сливается В аните Хрен Это почему Может я криво Ставлю Конечно Поддоны Но здесь Такого нет К чему Надо привыкнуть К автоотключению И надо Привыкнуть Вот Реально После Аниты Разница И еще К тому Что Немножко Она напрягает Включение Включение Термостата Который Вы видите Когда он Даже не работает Это нормально Покапывание Еще Тоже Это особенность Алюминиевого Болера Теперь Еще один Плюс Псана Аниты Я уже Жаловался В обзоре Аниты Я это Жаловался В обзоре Джилды Это Блин Я не вижу Ни хрена Сколько там Воды У Аниты Две прорези В металлическом Корпусе Где вы Вот этот Ну такой Полупрозрачный Белый Пластиковый Контейнер Для воды Видите И там Ничего не видно Спереди Сбоку Видно лучше Но зачастую Она у вас Стоит На столешнице Так что Сбоку Многим Неудобно Будет Смотреть У Джилды Та же Самая фигня Там вообще Прорезь Только сбоку И опять же Вот Например У меня Сейчас Неудобно Смотреть Да Вот как Она Сейчас Стоит Мне Просто Реально Неудобно Сколько Там Воды Осталось Вот Здесь Все Видно И Доливать Я могу Не доставать То есть Минус Как раз По идее Мог бы Быть То Что Его Тяжело Доставать Контейнер Для воды Надо Все Снять И Поддон И Эту Трубку Ну И Холдер Естественно Сам Снять Надо Будет Если Он Стоит Но Сюда Можно Доливать Сверху Что Удобно Что Касательно Джилды Однозначно Джилды Лучше То есть Тут Как Без Вопросов Да Сбивание Молока Здесь Чуть Чуть Побыстрее За счет Того Что Два Отверстия Но В целом По качеству Материал По качеству Сборки По Бойлеру Да Джилды Это уже Шаг Вперед Она Как И Аниту Круче Анита Была Намного Круче Хотя Казалось Бы Мелочная Разница То же Самое И С Гаджи Классик Ну И там И Ценки Разные Теперь Что Покупать Самый Главный Вопрос Я понимаю Что Многие Ждут А Что Мне Купить Анну С Кофемолкой Аниту Ну Или же Классик Что Из этого Лучше Если У вас Есть Полтинник И Вы Больше По Эспрессо Наверное Все Таки Если Вы Не Планируете Менять Технику То есть Вы Собираете Купить На Ближайшие 5-6 Лет И Точно Не Будете Менять То есть Вы Все Стоп Сказали Потому Что У нас Есть Люди Которые После Того Как Начали Мой Канал Смотреть Сменили Три Кофемашины И Уже Два Рожка Если Таки Вот И После Этого Ну В этом Случа Аниту Покупать Нет Смысла Потому Что Если Фред Подойдет На Очень Многое Количество Кофеварок Да То Вот С Аниты Там Уже Ты Не Поменяешь А В Этом Случа Если Вы Собираетесь Возможно Потом Поменять Кофеварку На Более Крутую Да А Кофемолка Выбрали Вот Который Вас Устраивает И Все На Этом Достаточно То Тогда В этом Случа Лучше Гаджи Классик Ну Потому Что Как Мы Уже Поняли Ани Она Особо Сильно Не Уступает Возможно Через Какой То Долгий Долгий Срок Там Алюминиевый Боллер Дать Сто Сто Знать Хотя Практика На БУ Рынке Показывает Что Это Не Так Что Они Живут Но Допустим Даже Если Это Даст О Себе Знать В Лучше В Время Десять Раз Смените На Элизабет А Может Вы Вообще С Такой Уровень Что Будете С Европы Таскать В Биом И Рокет И Как Б Вот То И Конечно Как Стартовый Вариант Как Переходный Вариант Потенциально Переходный Вариант И Гаджи Классик Будет Лучше Анны Ну Потому Что Вы Сэкономите В данном случае Деньги Повторюсь Была бы Одна стоимость Это Одно Один раз Говорно Вот Анна У нас Стоит Стандартно 39 тысяч Рубля Официально И У нее Стабильная Цена А вот Гаджи Классик Она Не Привязана Она Распространяется В том числе Эспрессо Акции Бывают На него И Как бы Вполне Нормально Увидеть Ее За 28 За 30 И Вот За 28 30 тысяч Ребят Это От 9 До 12 13 Тысяч В счет Потенциальной Покупки Кофемолки А если У вас Есть Кофемолка То Просто Тупая Экономия В ванне Нет Ничего Такого Чтобы Была Такая Разница А Самое Главное То Что Дело Не Толк Жив Разница В том Чтобы У нас Получить Качественный Кофе И Здесь Получится И С Аксессуарами У вас Не Будет Проблем И Еще Такой Момент Что Очень Много Умельцев И На Ютубе И Так Далее Которые Старую Модель До 15 Года Кучу Улучшали Вы Можете Врулить Пит Хотя Я Не Считаю Это Нужно Можете Врулить Пит Можете Потом Поменять Бойлер На Латуны Поискать Латуны Вопоследний Джуды Сюда Засунуть У вас Короче Тут На ней Столько Всего Экспериментировали Что Санны Такого Нет И Вы Просто Если Захотите Углубиться За счет Апгрейда Машины Вы Просто Форумы В вашем Распоряжении У Ютуб У Гаджи Классик Это Реально Сообщество Оно Там Построено В основном Конечно Английский Желательно Для этого Узнать Но Оно Построено Там За 40 Какие 40 За 50 Лет Очень Большой 40 50 Лет Уже Эта Машина По факту Продается Если Мы Сейчас Исключим 15 18 Года Эту Ревизию Как Страшный Сон То В принципе Машина Чуть Улучшалась Чуть Менялся Дизайн Но По факту У Сина Ничего Не Менялось Более того Самый Популярный Апгрейд Старый Это Был Когда Брали Паровую Трубку Стиммер От Ранчелли Сильвии Сували Сюда Вместо Панорелло А сейчас Это Не Нужно Уже Стоит Стиммер То Главный Апгрейд Который Делали Раньше Это Был Как Раз Замена Панорелло На Стиммер И Гаджи Наконец-то Его Сделало За Вас Что Круто В общем Машину Я Реально Рекомендую 33 Как Б Хочется Подешевле Вот 30 Тысяч Это Уже Круто Потому Что Сейчас Можно Купить Булушную Кофемолку Можно Сейчас На Nemex В Озоне Можно Купить Подешевле Кофемолку Вы Довольно Сильно Экономите За Счет Того Что Вам Стандартный Диаметр Группы Это Тоже Важно Потому Что У меня Приходил Подписчик Покупать Аниту Я Показал 58 Диаметр Корзина Была Отлита И Видно Что Как будто Специально Они Сделали На Продолжим Купить Через месяц И Еще Такой Момент Если Официальный Магазин Мир Эспрессо Мы Сейчас Разговариваем Возможно Под этим Роликом Сейчас Или Чуть Позже А Также На Сайте Появится промокод на скидку На данную кофеварку Вроде мы сейчас в стадии переговоров На эту тему Если пройдется успешно, то вроде как 10% Мы обговаривали, то есть она будет стоить 30 тысяч То стоимость, которая я считаю уже Для нее вполне оптимальной Все-таки 3000 хочется в счет Кофемолки пустить и аксессуаров И 33 как-то чуть дороговато Для меня моральный порог 30 Так что следите за описанием Возможно там потом Появится промокод после выхода На этом на сегодня все Пейте вкусный кофе, покупайте хорошую кофемашину Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok